Какова цель любого коммерческого авиалайнера? Публика естественно считает, что первым делом самолет должен доставить пассажиров до места назначения. Для финансовых управляющих авиакомпаний цель заключается в том, чтобы получить прибыль. Главное для экипажа – доставить всех в место назначения в целости и сохранности. Для военных – обеспечить перевозки в военное время, как это было в Персидском заливе. Эти цели необязательно совместимы и время от времени конфликтуют друг с другом. Решения, которые грозят риском для пассажиров, могут быть приняты и без их ведома. Членов экипажа также могут заставить сделать выбор против их воли. В 6 часов и 50 минут утра по Сеулу американская этого компания ABC объявила о пропаже корейского «Боинга». А спустя 30 минут это сделали и по корейскому телевидению. Группа людей, встречающих своих близких в аэропорту Сеула, заметно беспокоилась. В 10.00, когда «Боинг» наверняка уже истратил последние капли топлива, министр иностранных дел Южной Кореи объявил, что получил информацию о благополучной посадке борта на советской территории в районе полуострова Сахалин. Встречающие облегченно вздохнули и разъехались по домам в ожидании возвращения своих близких. Однако спустя 3 часа Министерство иностранных дел СССР проинформировало японское посольство в Москве, что рейс 007 на Сахалине не приземлялся и никаких сведений о местонахождении самолета нет. Поползли тревожные слухи. Япония начала поиски с моря и воздуха. На маршруте рейса 007 за двое суток не было найдено ни одного обломка или масляного пятна, обязательных свидетельств аварийного приводнения самолета. Тем более одного из самых больших в то время. Активные поиски прекратились 3 сентября. Главы японских и корейских ведомств оставались в замешательстве. И только спустя 9 дней вдали от зоны первоначальных поисков к одному из берегов Японии был прибит обломок самолета. Интенсивные поиски возобновились, но уже одновременно силами японских, американских и советских вооруженных сил. С вами по-прежнему в Техно-2, и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на вопрос о том, как это было на самом деле. Боинг 747 модификации 200 был одним из самых крупных пассажирских самолетов конца 1970-х, вмещая почти 500 пассажиров и перевозя их на 10 тысяч километров. Он эффективно работал на дальнемагистральных линиях, одной из которых был маршрут корейских авиалиний Нью-Йорк-Сеул. Длина этого маршрута превышала максимальную дальность Боинга, поэтому самолет совершал промежуточную посадку на Аляске, заправлялся и продолжал движение над нейтральными водами Тихого океана. В ночь на четверг 1 сентября 1983 года два таких Боинга заправлялись в столице Аляски Анкориджи и, продолжив полет по идентичному маршруту, должны были прибыть в Сеул с разницей в 15 минут. Вылетевший позже рейс КЛ-015 благополучно преодолел маршрут и доставил пассажиров в Сеул в 6 часов и 20 минут. Информации о местонахождении рейса 007 на тот момент уже не было. За их полетом наблюдались территории Японии, но в ту ночь на радаре было значительно больше двух отметок, поэтому однозначно идентифицировать рейс КЛ-007 не представлялось возможным. Картина, увиденная японскими операторами радаров, легла в основу множества противоречивых историй, сложенных о судьбе Боинга много позже. Неудачи первых дней поисков обломков связывались с расторопностью русских. Японцы сообщали руководству, что видели, как советские корабли в зоне своих поисков поднимали на борт фрагменты, выглядевшие элементами большого самолета. Однако ни японских, ни американских военных к себе не подпускали. А по официальному каналу сообщали, что тоже ничего не нашли. Однако спустя неделю неизвестный блестящий предмет привлек внимание местных жителей. Тут же были найдены новые предметы сотовой структуры с алюминиевым покрытием, какие использовались в конструкции 747-го Боинга. Военные, однозначно идентифицировав обломки гражданского самолета, рассчитали течение, ветер и поняли, что катастрофа произошла в совершенно другом месте, к югу от острова Монерон, в проливе Цугару. Самолет не был сбит над Сахалином, а разбился в Японском море несколько сотен миль южнее официальной зоны поисков, неподалеку от города Ниегата. 269 человек на борту погибли. После одной из телепередач в офис японского телеканала Асахи Телевижн позвонил человек, который сообщил. «Все ваши истории чепуха. В то время я служил в воздушных силах самообороны, и моя часть размещалась на авиабазе Читосе на Хоккайдо. Мы сами его сбили. Я знал пилота, который выпустил ракету. Он вышел в отставку, и сейчас работает водителем такси». Попытки выяснить что-либо о деталях этой истории или о самом звонившем провалились. Однако в момент гибели Боинга 747-200 в небе к северу от Монерона действительно находилось звено японских истребителей. Полковник Флетчер Праути, отставной офицер разведки ВВС США, сказал, что США намеренно уничтожили КЛ-007, приведя в действие предварительно установленное на его борту взрывное устройство. Однако полковник указал место падения в Тихом океане. А это было не так. По официальной версии Айкао экипаж самолета сбился с курса и, не произведя своевременных проверок, непроизвольно вторгся вглубь территории СССР. Истребитель, поднятый на его перехват под управлением Геннадия Азиповича, дал предупредительный залп из пушки обычными нетрассирующими снарядами и по этой причине остался незамеченным. А маневр снижения скорости лайнера, связанный с попыткой облета непогоды, был воспринят советским летчиком как маневр ухода от перехвата. В последний раз самолет вышел на связь в 3 часа и 27 минут. Это время и считается моментом гибели Боинга. В эту же минуту Азипович доложил, что цель уничтожена. Однако в этой версии есть ряд несостыковок. Например, согласно топливной декларации, поданной капитаном Боинга перед вылетом с Аляски, в бак было залито на 19 тонн горючего больше, чем требовалось. Такой подход не практикуется, так как ведет к увеличению массы самолета и, как следствие, повышенному расходу топлива. Вероятно, капитан знал, что полет предстоит более дальний. Знали это и в авиакомпании, ведь когда рейс 007 не прибыл по расписанию в Сеул, именно они заявили, что топлива на борту хватит еще на три часа полета. Более того, спустя 10 лет и аудиозаписи переговоров той ночи были уточнены токийской компанией ИВАЦУ при помощи новейшего цифрового оборудования. Новые данные сделали невероятное открытие. Выяснилось, рейс 007 выходил на связь спустя 50 минут после того, как советский летчик сбил цель над Сахалином. Третье несоответствие заключается в том, что магнитный курс, по которому летел Боинг к рейсу 007, проходит вдалеке от города Ниегата, рядом с которым были обнаружены его обломки. Значит, экипаж осознательно покинул свой маршрут, неконтролируемый диспетчерами зоне и позднее довернул самолет на восток, чтобы пройти первую контрольную точку, оборудованную радаром. В полетном плане, поданном капитаном перед вылетом, была еще одна отметка. ETP 1501-322. Аббревиатуру ETP можно расшифровать двояко. Во-первых, это Equal Time Point, точка на маршруте, в которую расстояние от Анкориджа равно расстоянию до Сеула. А во-вторых, это Estimated Time Point, расчетное время прибытия в какую-то точку. В первом случае 1501 не соответствует действительности, так как точка равноудаления находится в 1862 милях от обоих аэропортов. Второй вариант открывает интересное совпадение. Если лететь по магнитному курсу, то в 1501 миле от Анкориджа находится точка входа в советское воздушное пространство, а нарушение своих воздушных границ в Советском Союзе засекли спустя 3,5 часа после начала рокового полета. Все эти факты ставят под большое сомнение официальную версию событий. Боинг 747-200 с бортовым номером 74-42, выполняющий рейс КЛ-007, вылетает из аэропорта Анкоридж ровно в 10 вечера по токийскому времени. Командует полетом Чу Бен Ин, опытный пилот, служащий ВВС Кореи. Через 14 минут с той же полосы взлетает идентичный Боинг рейса 0-15. Согласно полетным планам, оба самолета имели одинаковый вес. Хотя на самом деле это было не так. Первый Боинг нес на 19 тонн топлива больше, а второй был в курсе этого несоответствия. На радаре было видно, что заданную высоту 0-07 набирает вдвое дольше, чем рейс 0-15. Маршрут любого гражданского рейса это набор контрольных точек, которые он должен последовательно пройти на заданной диспетчерами высоте и скорости. Маршрут Анкоридж-Сеул в тот день проходил над Аляской, затем над Тихим океаном, японским островом Хюнсю и территорией Южной Кореи. Через 49 минут капитан Чун докладывает о прохождении контрольной точки Бетель. Еще через 12 минут это делает капитан рейса 0-15. Но картинка на радаре отличалась. Если рейс 0-15 действительно прошел ровно над маяком, то рейс 0-07 в момент рапорта диспетчеру находился в 20 километрах севернее него. Случайно или сознательно? Международная ассоциация гражданской авиации в своем отчете пишет, что экипаж ошибся в настройке навигационной системы, не заметил отключения. Однако командир воздушного судна был опытным пилотом и навигатором, являясь также резервным пилотом президента Корейской Республики. К тому же система Boeing 747-200 способна обнаружить это отклонение и просигнализировать экипажу о нем. Пилоты знали реальную картину и дальнейшие события это подтвердили. Самолеты покинули Аляску и начали движение над океаном. Следующая контрольная точка называлась НАБИ и представляла собой только координату. Точка в океане, очевидно, не имела маяка и радара. Поэтому движение по ней и по следующим точкам диспетчер мог отслеживать только из сообщений и самих пилотов. В 23 часа и 35 минут на связь с диспетчером вышел пилот рейса 015 и сообщил, что капитан Чун испытывает проблемы с радиосвязью, но успешно преодолел контрольную точку НАБИ и направился к следующей. В действительности рейс 007 находился значительно севернее НАБИ и сознательно имитировал проблемы с радиосвязью. Зачем он это делал? В этот самый момент капитан Чун вел радиопереговоры с другим самолетом, находящимся в оборонительной воздушной зоне севернее радарной зоны Анкориджа. Эти переговоры велись на корейском языке и были записаны на пленку, которую приобщат к делу позже. Поначалу их отнесли к разговору пилотов одного рейса между собой, но когда в середине 90-х в компании ИВАЦУ сделают цифровые отпечатки голосов, окажется, что в эфире звучит именно голос Чуна. Он ведет какие-то организационные переговоры с человеком, которого на записи не слышно, потому что тот находился за пределами радиосвязи Анкориджа. Этот третий самолет мог быть только военным, так как находился в зоне ответственности военной базы Эльмендорф. По отчетам советской стороны, в нейтральных водах около побережья Камчатки за несколько дней до инцидента начал патрулировать самолет RC-135 ВВС США. Он появлялся каждый день и летал вдоль границы СССР. Этот самолет в компоновке схож с Боингом 747. Использовался американцами для задач разведки. Имел до борту мощное радиоэлектронное и фотооборудование. Мог прослушивать и вмешиваться в переговоры на любых частотах. В 1 час и 20 минут ночи советские радары замечают, что уже к привычной отметке разведывательного RC-135 со стороны Аляски приближается еще одна большая отметка. Отметки сливаются в одну и 9 минут летят в сторону воздушной границы СССР, после чего снова разделяются. Спустя минуту одна из них пересекает советскую границу. Необходимо отметить, что на Камчатке, Сахалине и Курильских островах были размещены десятки советских военных объектов. Таких, как база подводных лодок, военных кораблей, авиабаза ПВО и дальней авиации. Их взаимодействие, скорость реакции и уровень технического развития очень интересовали американскую разведку. Поэтому неудивительно, что вторжение самолета было скоординировано с пролетом американского спутника Ферредди, способного перехватывать радиосигналы и делать инфракрасные снимки. Параллельно в воздухе над Камчаткой творились пугающие события. На радаре появились и исчезли новые нарушители, как если бы самолеты держались ниже высоты 3 километра, после чего резко набирали высоту, показывали себя на радарах ПВО и снова исчезали. Вскоре нарушители под конвоем пары МиГ-23 покинули Камчатку и вышли в нейтральное пространство Охотского моря. Тем не менее, вектор их перемещения намекал на скорое пересечение границы Сахалина. КЛ-007 не пересекал воздушную границу СССР над Камчаткой. Он летел восточнее. Все пассажирские самолеты оборудованы ответчиком, прибором, транслирующим в эфир уникальный код, присвоенный диспетчером. Этот код позволяет наземному контролю однозначно идентифицировать борт на радаре. Примечательно то, что в этот момент КЛ-007 настроил свой ответчик на код рейса 015. И таким образом на радаре должны были отобразиться две одинаковых отметки. Но пока радар в Токио видел только один настоящий КЛ-015, который все это время продолжал докладывать местоположение рейса 0.07 на землю вместо него, создавая ощущение, что тот продолжает следовать маршруту, но все еще не решил проблем со связью. На острове Сахалина объявлена всеобщая тревога. В воздух подняты истребители. Запрошена поддержка двух самолетов АВАКС с материка. В 3 часа и 5 минут японцы видят на радарах то, что мгновенно идентифицируют как ситуацию, угрожающую национальной безопасности. Объявляется тревога. И в штаб-квартире Воздушных сил Самобороны Японии собираются начальники штабов. Они принимают решение о переброске половины всех имеющихся в стране истребителей на базу Чатасе. И уже через час военные самолеты находятся либо на земле, в боевой готовности, либо в воздухе над побережьем Хюнсю. В промежуток времени между часом и четырьмя часами ночи в воздухе над СССР происходила воздушная битва с участием самолетов радиоэлектронной борьбы, постановщиков помех и истребителей. В три часа и двадцать семь минут Осипович сбивает один из самолетов-нарушителей на юго-западе от Сахалина. Его доклад. Цель уничтожена. В официальном отчете считается моментом уничтожения самолета 007. Но обломков Боинга 747 в этом районе найдено не было. А последний радиообмен рейса 007 диспетчерская вышка в Токио зафиксирует только 50 минут спустя. В море к югу от Сахалинского побережья будет найдено много обломков, которые не могли принадлежать гражданским лайнерам. Это и титановые аэродинамические элементы, и спасательные плоты с сигнальными ракетницами. В 3.30 Боинг 747-200 капитана Чуна делает резкий поворот на восток. Его целью является точка Ниегата на острове Хюнсю. Первая, оборудованная радаром, которую он должен пройти вовремя, чтобы отклонение от маршрута не вскрылось. Код ответчика все еще копировал код рейса 015. Диспетчер немало удивился, когда на радаре появилась вторая отметка KL 015. И чтобы понять, кто есть кто, попросил его сменить код ответчика. Командир рейса 015 выполнил запрос. Код сменился у обеих отметок. Эту процедуру японский диспетчер проделал еще трижды, и каждый раз код менялся синхронно. Окончательно запутавшийся диспетчер пошел на беспрецедентный шаг. Он попросил пилота рейса 015 повернуть вправо, чтобы увидеть это на радаре. Настоящий рейс 015 смог выполнить эту просьбу, а маскировавшийся 007 нет. Так как рисковал не достичь Ниегаты вовремя. В 4 часа и 12 минут рейс 017 входит в зону присутствия американского корабля и звена японских истребителей. А Токио фиксирует последний радиообмен. Токио радио Кориен Р-007. Кориен Р-007 Токио. Это будет Кориен Р-007. Повторяю. Кому это было адресовано? Будет кровавая баня. Очень плохо. 10 сентября 1983 года обломки Боинга 747 прибило к побережью Хюнсю в районе деревни Мураками. Ветер и течение однозначно дали понять, что падение в воду произошло в проливе Цугару, а не около Сахалина. Какую миссию выполнял рейс КЛ-007? Вероятно, его целью было прикрытие других более мелких самолетов, нарушавших границу СССР. Боинг 747-200 – большой самолет, из-за чего его отметка на радаре заметно больше других. Если самолеты летят рядом, то их отметки сливаются в одну, отлично маскируясь. Почему эта миссия была возложена на гражданский лайнер, а не на хорошо оборудованные РС-135 или ИФ-111? Вероятно, потому что считалось, будто гражданский самолет не будет уничтожен советскими ПВО, подобно тому, как это произошло за пять лет до этого, с корейским Боингом 707, приземлившимся на лед озеро в Карелии. Сбивал ли Осипович пассажирский самолет? Сам он утверждал, что нет, что сбивал только военный самолет. Точка его атаки находится вдалеке от места падения Боинга 747 в воду, что подтверждает его слова. Кто же в итоге сбил его? Автор книги «Сахалинский инцидент» Мишель Брюн считает, что с равной вероятностью это могли быть как японские истребители, так и американский корабль. Боинг появился на радарах с запада Хюнсю, а не с востока, откуда должен был прилететь, поэтому мог восприняться как враждебно настроенный бомбардировщик. Японцы, обеспокоенные присутствием военных самолетов у «Сахалина», были настроены решительно. А в истории американского флота есть случаи, когда военный корабль «Винсенс» принял гражданский аэробус А-300 за истребитель и сбил его. Вероятность того, что Боинг сбит советскими летчиками, мала, ведь их присутствия у Хюнсю в тот момент не наблюдалось. В любом случае, произошедшее в ту ночь очевидно было следствием плохо проведенной разведывательной операции, которую, по-хорошему, вообще не следовало проводить. Мишель Брюн писал, «Эта операция лишила многих людей их близких, и поскольку все они мертвы, операция сокрытия истины лишила родственников их тел и правды о том, как они умерли. Кто бы они ни были, как бы они ни умерли, нас всех ранит каждая совершенно ненужная смерть». А с вами был ФТЕХНО2. Всего вам доброго. Берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова